Глава тридцать шестая И стал работать Веселиил и Аголиав, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтоб уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисей Веселиила и Аголиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце приступить к работе и работать. И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердца, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какой у кто занимался. И сказали Моисею, говоря, «Народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать». И приказал Моисей, и объявлено было встанье, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище, и перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой из кинии, десять покрывал из крученного вессона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделали на них искусную работой. Длина каждого покрывала двадцать восемь локтей, и ширина каждого покрывала четыре локтя. Всем покрывалам одна мера. И соединил он пять покрывал одно с другим, и другие пять покрывал соединил одно с другим. И сделал петли голубого цвета на краю одного покрывала, где оно соединяется с другим. Так же сделал он и на краю последнего покрывала для соединения его с другим. Пятьдесят петли сделал он у одного покрывала, и пятьдесят петли сделал в конце покрывала, где оно соединяется с другим. Петли сии соответствовали одна другой. И сделал пятьдесят крючков золотых, и крючками соединил одно покрывало с другим, и стало скиния одно целое. Потом сделал покрывало из козьей шерсти для покрытия скинии. Одиннадцать покрывал сделал таких. Длиною покрывало тридцать локтей, и шириною покрывало четыре локтя. Одиннадцати покрывалом мера одна. И соединил он пять покрывал особо, и шесть покрывал особо. И сделал пятьдесят петли на краю покрывала крайнего, где оно соединяется с другим, и пятьдесят петли сделал на краю покрывала, соединяющего с другим. И сделал пятьдесят медных крючков для соединения покрова, чтоб составилось одно целое. И сделал для скинии покров из красных бараньих кож, и покрышку сверху из кож синих. И сделал брусья для скинии из дерева с сетим, прямостоящие. Десять локтей длина бруса, и полтора локтя ширина каждого бруса. У каждого бруса по два шипа, один против другого. Так сделал он все брусья скинии. И сделал для скинии двадцать таких брусьев для полуденной стороны, и сорок серебряных подножий сделал под двадцать брусьев. Два подножия под один брус для двух шипов его, и два подножия под другой брус для двух шипов его. И для другой стороны скинии к северу сделал двадцать брусьев. И сорок серебряных подножий. Два подножия под один брус, и два подножия под другой брус. И для задней стороны скинии к западу сделал шесть брусьев. И два бруса сделал для угла в скинии на заднюю сторону. И были они соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так сделал он с ними обоими на обоих углах. И было восемь брусьев и серебряных подножий шестнадцать, по два подножия под каждый брус. И сделал шесты из дерева с сетим, пять для брусьев одной стороны скинии, и пять шестов для брусьев другой стороны скинии, и пять шестов для брусьев задней стороны скинии. И сделал внутренний шест, который проходил бы посередине брусьев от одного конца до другого. Брусья обложил золотом, и кольца, в которые вкладываются шесты, сделал из золота, и шесты обложил золотом. И сделал завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученого вессона, и искусную работу сделал на ней херувимов. И сделал для нее четыре столба из сетим, и обложил их золотом, золотыми крючками, и вылил для них четыре серебряных подножия. И сделал завесу ко входу скинии из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученого вессона узорчатой работы. И пять столбов для нее с крючками, и обложил верхи их, и связи их золотом, и вылил пять медных подножий.